Эти монументы генералу Черняховскому сегодня только горы песка. Даже постамент, на котором возвышалась памятная стела власти польского Пененжина, сравняли с землей. Но уничтожить память чиновникам оказалось не под силу. Памятник дважды герою Советского Союза Ивану Черняховскому разрушен. Но ветераны войска польского и российские дипломаты продолжают привозить сюда живые цветы. Это памятное место здесь, на окраине бывшего Эмильзака. 18 февраля 1945 года за три месяца до победы командующий Третьим Белорусским фронтом был смертельно ранен. Черняховский был самым молодым командующим фронтом и талантливым полководцем. Войска под его началом успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Гумбинин-Гальдабской и Восточно-Прусской операциях. К 23 февраля Ивану Даниловичу Черняховскому должны были присвоить звание маршала. Но он так и не успел надеть маршальские погоны. Я проехал 500 километров, чтобы почтить память генерала, потому что он дал нам возможность жить на этой земле, а сам погиб таким молодым в 37 лет. Памятник генералу Черняховскому один из сотни советских монументов, которые были разрушены в Польше. После вступления в силу поправок к закону о запрете пропаганды коммунизма, в черных списках Института национальной памяти оказалось 450 памятных знаков и стел, из них больше половины памятники солдатам Красной Армии. Их безжалостно уничтожали отбойными молотками по всем воеводствам. Но в последнее время польские власти стараются не афишировать тему демонтажа и уже не делать это демонстративно. Тема как бы вдруг исчезла из всякого обсуждения, может быть слишком неудобная, некрасивая. При этом не происходит и изменения официальной исторической политики, согласно которой освобождения не было, было второе порабощение советской доминации. По данным польских общественных организаций, в стране остаются неразрушенными еще около ста памятников и мемориалов воинам-освободителям. Но дальнейшая их судьба неизвестна. Ветераны войска польского неоднократно писали властям разных воеводств в надежде защитить монументы. Наши власти уже начинают разрушать памятники не только советским героям, но и своим, польским, которые погибали вместе с красноармейцами в боях. На месте уничтоженного мемориала генералу армии Ивану Черняховскому участники акции зажгли лампадки. Венки возложили к могилам и на военно-мемориальном кладбище в Пененжно, где похоронены погибшие в боях солдаты, в памяти которых в современной Польше объявлена война.